Я счастлив. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Настя Смурова. Я директор издательства «Городец», в котором буквально три дня назад вышла книга пьес Дмитрия Данилова «Человек из Подольска и другие пьесы». Вот, как сейчас только что сказал Дима, это самая красивая его книга. И я думаю, будет резонно дать слово главному художнику издательства Илье Викторову, и такой человек, который сделал полностью весь дизайн и иллюстрации для этой замечательной книги. Здравствуйте, я Илья. В общем, если вкратце сказать о источнике вдохновения, конечно, главный стимул и вдохновляющий импульс, который был, это исключительно в доверии автора нам. Автор пришел, изначально это долгожданные, все ожидали эту книгу с шестью пьесами Дмитрия Данилова, ожидали ее выхода, и то, что она могла выйти в другом издательстве, она вышла у нас, и вообще наметился ее выпуск. Это просто очень сильно вдохновило, поэтому я все взял, в общем-то, в свои руки, потому что увидел сразу же сходу, я в воображении увидел, как это должно быть, прочтя, в общем-то, мне достаточно было для этого понимания прочесть, наверное, треть пьесы «Человек из Подольска», чтобы у меня в голове щелкнула общая концепция. Концепция вкратце такова, что хотелось совместить классику искусства оформления книги с современной подачей, с отходами от рамок, от шаблонов, от стереотипов, внести какой-то глоток именно каких-то трендов, там тебе и гаджеты, и все, потому что в пьесах Дмитрия я увидел именно вот это сочетание. Была раньше такая древняя, давняя серия классики и современники, я с детства наблюдал корешки этих цветных книг с аббревиатурой КС, и вот на самом деле Дмитрий — это вот именно классик и современник в одном лице, это читается в каждой строке, и ход работы был такой. В общем-то, это тоже очень вдохновляло полное взаимопонимание, когда я прочел, только начал читать, и у меня щелкнула в голове стиль, гравюрный, ксилографический стиль Фаворского, который очень захотелось именно внести в качестве заставок, то есть вот прям я увидел тоже это воображение, что заставка должна быть вертикальной. Такая некая, как закладочка, у нас собственные закладки вышли с двумя из шести этих картинок, что это именно ксилография, вырезанная, печатная форма, оттиск, и рукой, штрихом, пластикой, близкая к Фаворскому, но привнести хотелось в это такой, как немножечко и панкухи, и динамики, и драйвовости, чтобы это стало ближе, демократичнее к читателю гостеприимнее, не настолько сухо и как-то сильно заумно, как это было в старой гравюре. Получилось, конечно, здесь, наверное, процентов 10 в лучшем случае от Фаворского, остальное вылезло мое личное и моя какая-то рефлексия, переживание, потому что каждую пьесу я прочитал, прежде чем делать каждую следующую заставку, я читал сначала пьесу и предварительно дорисовал предыдущую. Это все было в режиме потока. Не было такого, чтобы я прочел все сразу и понял, как это компоновать. Захотелось прожить это постепенно. И, в общем, книга — это маленькая прожитая жизнь художника и прожитая благодаря магии, которую создал автор. У меня нет слов описать, просто какие эмоции возникают, когда ты постепенно читаешь, думаешь. Отдельно хочу сказать, что в процессе только родилась идея финальных заставок к пьесам, а получилось это так. Это скорее не про художную часть, а про житейскую. Я читал эти пьесы, начинал их читать сам, как книгу про себя читаю, а потом понимаю, что мне хочется читать вслух жене Оксане. Я, собственно, в какой-то момент начинал читать вслух. В какой-то момент приходят дети с репетиции, там они музыкой занимаются, приходят и слышат обрывок моего чтения «Человек из Подольска. Финал». Там как раз говорилось про вот эту вот индустриальную немецкую группу с сложным произносимым названием. Дети произносят это так же. А им что Цинюбаутер. Вот. Да. Вот. И я читаю, читаю, и тут Антоха-младший говорит, ты какой-то длинный анекдот читаешь, что ли? Вот. В общем, то есть они это услышали, этот обрывок, и тоже залипли на это. Но, в общем, когда я дочитываю, и когда персонажи пьесы «Человек из Подольска» замирают в танце, Оксанка говорит, это прям танец Матисса. И у меня щелкает в голове, что если, собственно, у меня в гравюре пьеса начинается, то почему бы не сделать легкий рисунок тушью в конце, чтобы было сочетание брутальности такой, жесткости и легкой изящности. И поэтому каждая пьеса заканчивается, собственно, омажем. Так оно сложилось, что в каждой пьесе мы подобрали вот тут танец, это легкий штриховой рисунок Матисса, добавлены пара фуражек, и, в общем, это автоматически стало полицейским танцем с человеком из Подольска и Сережей из Метички. Вот. И, в общем-то, когда я эту концепцию показал 25 января, собственно, мы встретились с Димой, и я это показал, и понял, что мы как-то взаимно друг друга поняли, и было дано добро, на этой волне стал читать. А следующие пьесы стало это дело оформлять, это дело подделал макет, и, в общем, за месяц, 25 февраля ровно, мы ее уже были готовы дать в печать. Вот. Так вот это родилось. Главная, собственно, картинка на обложке составлена как раз из этих омажей, которые идут в конце пьес. То есть замыкает немножко весь этот круг. Тут есть и Боттичелли, и Матис, и Милле с Анджелесом, и Ван Гог, и, в общем, пара Магритов. Все это заплелось именно тоже в такой же гравюрной форме. И сегодня я до 6 часов вечера тем, кто покупает книгу, делаю оттиск вот с этой вот гравюры методом ручной печати при помощи столовой ложки. Вот. Можно подойти это и посмотреть. Можно подойти на стенд, здесь, городец С-17, где Илья все это проделал. 16. С-16, да, где Илья все это проделал. Я могу вообще еще много бесконечно говорить уже о своих личных эмоциях, связанных с каждой пьесой, но пусть это переживает каждый. Я очень рад, что Дима произнес то слово, которое мне хотелось передать, именно пронзительное, чтобы произошло взаимопроникновение графики, даже не иллюстрации, а в целом графического пятна и текстового пятна, полосы набора с этим потрясающими совершенно потоками жизненных историй, которыми вся эта книга пропитана. В общем, наверное, все. Ну, надо еще как-то, чтобы Миша передать слово. Если будут какие-то вопросы по художной части, я готов, чтобы далее еще ответить. Ну, в общем, я чувствую, что на следующей выставке, на МКЯ в сентябре, если все это будет, или в декабре, если все это будет, надо будет тебе организовать отдельное выступление, Илья, как художнику книги. Да, вот это потрясающе интересная тема. А если еще не взначай затронуть шрифтовую тему, это будет двухчасовую встречу. Это вообще больная тема. Нет, 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 сейчас не будем. Сейчас не будем. Здравствуйте, дорогие друзья. Я все-таки возьму слово сейчас уже официально. Я Михаил Ивизель, книжный обозреватель, редактор портала ГОТ-тикатуры РФ. И вот меня попросили вести эту встречу с Дмитрием Даниловым, которую я давно знаю, люблю, восхищаюсь его пьесами, восхищаюсь его романами, прошу заметить, и его поэзией. Но вот сейчас мы говорим о книге пьес. И мой вопрос, который давно, кстати, у меня вертелся на языке, ну, то есть, понятно, вот, к слову Ильи, понятно, что эта книга прекрасный материальный объект, образец полиграфического искусства с шмут, с титулами, форзацами, нахзацами, со всеми этими прочими волшебными словами, которые уплотились в волшебные картинки. Но все-таки я хотел бы Дмитрия, наверное, надеясь, выразив общее мнение, я хотел все-таки Дмитрия спросить. А вот эта книга пьес, это как? Это книга для самостоятельного чтения или как вот в, там, 150 лет назад меломаны ходили в оперные театры с партитурами и вот следили там за оперными ариями с партитурами в руках, проверяя, вот, как, значит, вот певцы справляются с тем, что написано в этих партитурах. Вот, это книга для чтения самостоятельного или тоже такая подготовительная ступень для посещения театра? А, да. Да, вот, я сначала думал, что это все-таки книга для чтения, потому что, да, во-первых, спросите, здравствуйте, всех приветствую, спасибо, что пришли, меньше спасибо большое за добрые слова в мой адрес и за хороший вопрос. В принципе, я думал изначально, что эта книга просто для чтения, потому что пьеса, это, конечно, жанр, непосредственно относящийся к театру, но не будем забывать, что пьеса, в принципе, это прежде всего литературное произведение, и пьесы можно и нужно читать. Я, например, довольно много читаю современных пьес, и это процесс очень, это процесс не менее увлекательный, чем просмотр спектаклей. Но вот Миша мне сейчас подкинул хорошую мысль, вот мне эта мысль очень понравилась, что с этой книгой действительно можно ходить на спектакли, потому что бывают такие спектакли, что я их смотрю когда, то хочется сказать зрителям, дорогие зрители, знаете, вот жалко, что вы не читали пьесу, потому что пьеса, на самом деле, хорошая. Иногда хочется, чтобы зрители знали изначальный текст, поэтому, наверное, если эту книжку кто-то будет использовать вот так вот, прежде чем пойти в театр, прочитает изначальный текст, наверное, будет здорово. Так что ее можно использовать и так тоже, хорошая мысль. Да, ну что ж, рад, что смог подкинуть хорошую мысль. Ну, наверное, будет правильно, если я тебя спрошу, так сказать, твой путь в драматургию. Ну, известная шутка такая, Горькая Чехова, что он писал в своей жизни все, кроме стихов и доносов. Про доносы спрашивать не буду, но стихами ты много занимался, много писал то, что называется поэзией. Я так говорю, потому что длинные верлибры это такой специфический жанр поэзии, который вот не все таковые считают. Прямо скажем. Вот, каков оказался твой путь из поэтов через авангардную прозу в драматургию? Ну, я должен сделать небольшую поправку не из поэзии через авангардную прозу, а наоборот, из авангардной прозы через поэзию, потому что я стихиста стал писать значительно позже, чем прозу, как ни странно. А с драматургией, ну, знаете, тут все, в общем, просто. Захотелось освоить какую-то новую территорию, попробовать что-то новое, как-то, знаете, освежиться в каком-то таком творческом плане. И к тому же у меня был перед глазами замечательный, вдохновляющий пример моих друзей, вот Андрея Родионова и Катя Тройпольский, которые на моих глазах стали известными и знаменитыми драматургами, стали писать пьесы. И я как-то подумал, а почему бы мне тоже не попробовать. Ну, такое, знаете, все просто. Ну, и, собственно, я стал с этой мыслью как-то жить, что хорошо бы мне что-нибудь написать. Так постепенно, очень долго я придумывал, но он, наконец, придумал первую пьесу. Человек из Подольска написал, ну, как-то, и дальше у него какая-то уже сложилась судьба. Ну, так, в общем, все достаточно просто. Вот по поводу судьбы. Я опоздал, за что прошу прощения, потому что брал сейчас большое интервью у Евгения Водолазкина. Для него, для Водолазкина, таким, что называется, на произведение эпонимом, стал Лавр. Вот уже прошло достаточно много лет, а до сих пор говорят Водолазкин Лавр, что совершенно справедливо. Для тебя таким эпонимом, несмотря на вот шесть написанных пьес, является человек из Подольска. Это как бы твоя коронка, говоря языком, значит, шоу-бизнеса. Вот сейчас, когда она была написана? В году 13, да? Нет, она была написана в шестнадцатом году осенью. Вот. Ты не устал от этого Николая Фролова? Ну, я устал в том смысле, что вот когда меня там приглашают там, смектарль какой-нибудь посмотреть, Человек из Подольска, или там, или вот. Ну, фильм, вот я видел за короткое время пять раз, например, вот этот вот, потому что были презентации. и вот когда я слышу вот это вот, а все-таки за что меня задержали? Я такой, ой, господи, опять, опять это все. Немножко уже, да, уже трудно слушать этот текст, вот, но при этом это было бы, конечно, кокетством говорить, что ох, как я устал, да нет, это прекрасно, я рад, что этот текст людям понравился, и что его и театральная, и литературная публика приняли очень по-доброму. Я очень рад, что так получилось очень здорово. Ну, я не зря упомянул про Бодолазкина, потому что, про Лавр, потому что Тичина Чайка из Подольска получил колоссальную славу, то есть его поставили как спектакль во всех, ну, не во всех, в огромном количестве театров по всей нашей большой стране. Сколько сейчас постановок? Ну, именно Чайка из Подольска больше 30. Да, да, вот, и, наверное, предположу, один из секретов такого колоссального успеха для пьесы, как бы, где нету там любви, нету секса в пьесе, я имею в виду, нет каких-то там роковых страстей, вот такой невероятный успех. Так вот, один из секретов этого, мне кажется, в том, что пьеса шикарна неоднозначно, она очень амбивалентна, можно понимать по-разному. Я знаю, что есть самые разные отклики, кто-то воспринимает это как обличение там полицейского режима, полицейского произвола, другие, наоборот, говорят, что вот, какие замечательные полицейские, побольше бы таких. Я помню, ты писал, что в каком-то городе, в Волгограде, или не помню где, в Тольятти, в Тольятти, ну вот, на Волге, подошла, значит, после спектакля группа работников в полиции и стали тебе благодарить. Там чуть ли не какой-то заслуженный у тебя работник. Ну, не меня, меня там не было, организаторов. Да, действительно, случайно, это был фестиваль театральных читок в Тольятти, и туда начальство отправило туда группу полицейских, просто, типа, идите и повышайте культурный уровень. И случайно они попали на эту вот начитку человека из Подольска, они не знали, что будет, что пьеса про полицию, вот случайно совпало, действительно, им очень понравилось, они сказали, что это прекрасный образ работников в полиции, вот так и надо делать. Ну, а ты сам как к этому относишься? Ну, я понимаю, что так нельзя говорить, но тем не менее, все-таки ты, значит, их выписывал, этих господ полицейских и госпожу капитана, выписывал, скорее, со знаком минусом, не минус, или со знаком плюс? Ну, мне как раз хотелось, чтобы их нельзя было квалифицировать однозначно, как положительных или отрицательных персонажей, мне как раз хотелось, чтобы было вот это мерцание такое, чтобы они были мерцающими персонажами, с одной стороны, посмотришь ужас какой-то, с другой, вроде они что-то и говорят такое, к чему стоит прислушаться, то есть, мне бы хотелось, я считаю, что если какого-то персонажа можно однозначно представить, как положительный или отрицательный, это в целом не очень хорошо, мне хотелось бы, чтобы было вот то самое мерцание. Ну, да, мерцание получилось более чем, но, однако же, не будем сосотачиваться на одной этой пьесе, «Человек из Подольска» здесь есть, как гласит нам название, есть и другие пьесы, вот, и вторая пьеса, которая в этом сборнике, она как бы является, опять-таки, да, я задаю скорее вопрос, чем утверждение, можно ли считать Сережу очень тупой, таким каким-то продолжением или смежной пьесой «Человек из Подольска»? Ну, продолжением это, я думаю, считать нельзя, она просто, буду откровенен, она просто похожа на «Человек из Подольска», эти две пьесы, они похожи, у них общая персонажная структура, и там, и там пять персонажей, четыре мужских, один женский, и там, и там, как бы сюжет строится на том, что в жизнь простого обывателя вторгается что-то иррациональное, то, чего он не понимает, отчего он приходит в ужас, и вот в течение всей пьесы этот простой обыватель пытается с этим что-то поделать, поэтому они просто похожи, и я, когда начинал даже не то что писать, а даже задумывать этого Сережу, я заранее понимал, что у меня все будут говорить, что они похожи, а я решил, ну, похожи, похожи, напишу, просто мне хочется написать, и, ну, они действительно похожи, но это, я думаю, не стоит рассматривать какую-то диалогию, потому что одно не является продолжением другого, это просто, ну, две пьесы, имеющие много общего, вот, я бы так сказал. При этом я знаю упоминок, да, их ставят в паре, нет? А где? В театре практика. А, в театре практика. Расскажи, пожалуйста, не совсем обычная история, стоит рассказать. Ну да, то есть, как бы, соответственно, что я сам это не считаю диалогией, но вот в театре практика идет спектакль, он до сих пор идет, уже вот, третий год, он называется «Человек из Подольска, Сережа, очень тупой, такой в одну фразу все это объединено». Его поставила замечательный режиссер Марина Брусникина, и играют там актеры брусникинцы, выпускники школы Дмитрия Брусникина, который, к сожалению, от нас ушел в 2018 году. И там спектакль решен следующим образом. Вот на входе каждый зритель получает пластиковый браслетик, и их, значит, два цвета, кому какой попадется, все равно в произвольном порядке. И люди с одними браслетиками идут в один зал, а другие в другой. В практике там два зала, как известно. В одном зале играется человек из Подольска, в другом Сережа очень тупой. В антракте зрители переходят из зала в зал, то есть меняются местами, и актеры по второму разу играют. И каждый зритель в итоге смотрит ну как бы две пьесы, но они решены в общей стилистике. Там очень, я считаю, выдающаяся работа художника Савы Савельева, там очень интересное сценографическое решение. Они решены в общей стилистике, и у них абсолютно одинаковый тайминг, они прям так все выверено, они вот одновременно начинаются и заканчиваются. И получается такое необычное единство какое-то. Но это вот единственный такой случай. Так что в данном случае да, сработало как диалогия, но я сам это диалогии не считаю. вот, тогда не будем зацикливаться на первых пьесах. В этом сборнике есть еще одна пьеса, ну то есть здесь шесть пьес. Меня, так сказать, озадачила очень пьеса, называющаяся «Что вы делали вчера вечером», которая обозначена как антивербатим. Невербатим. Невербатим, прости, пожалуйста. И, если я правильно понял, устроена она таким образом, что разные люди отвечают на этот сакраментальный вопрос, что вы делали вчера вечером, отвечают совершенно по-разному. От агрессии до какого-то леического высказывания. Это вообще что? Это пьеса, что это, как это? Ну это такая, знаете, имитация Вербатима, то есть, ну, если кто не знает, Вербатима это жанр, который, ну, при котором пьеса состоит из реального высказывания, реальных высказываний реальных живых людей. То есть драматург выступает не как вот, ну такой писатель букв, а как человек, который интервьюирует каких-то людей и потом их высказывания компонуют, из них делает текст. И потом порой за это получает Нобильскую премию. Да, всякое бывает. Бывает, что Нобильская премия, да, вот Светлан Альсевич это пример Вербатима, вот, ну такой не совсем прям лабораторно-чистый, но тем не менее. Вот, и эта пьеса это имитация Вербатима, то есть действительно вот задается один и тот же вопрос, что вы делали вчера вечером разным разным людям они на него по-разному отвечают. И я, причем, там такая была немножко смешная история, я изначально хотел сделать действительно Вербатим, я хотел этот вопрос реально людям задавать, разным, вот, ну как-то все, я не мог никак к этому приступить, что-то мне мешало, и я в какой-то момент подумал, что зачем я буду мучить себя и людей, я лучше сам просто напишу то, что они мне могли бы ответить, тем более, что у меня и лучше еще получится. Вот, и я начал такую пьесу и специально такой подзаголовок пьесы невербатим, но чтобы было понятно, наверное, что это все-таки авторский текст, а не текст реальных людей. Да, она где-то уже идет, она уже поставлена? Да, она поставлена не в России, кстати говоря, она поставлена в Алма-Атинском театре Артишок, да, на русском языке, постановка, замечательная постановка Семена Александровского, это петербургский режиссер, очень хороший, это уже вторая его постановка в моих пьесах, у нас с ним хорошее сотрудничество сложилось, да, там это было поставлено, а потом еще она, эта пьеса некоторое время шла в театре современник, я знаю, сейчас сняли этот спектакль, но она там тоже шла какое-то время, вот. Да, ну и тогда, значит, голубом по этой книжке, чтобы пробежаться, добежать, я хотел, чтобы ты рассказал про последнюю, в этой сборнике последнюю пьесу, называющуюся «Путь к сердцу», у нее подзаголовок монопьеса, и это, этот текст, это произведение нуждается в объяснениях, потому что без них это выглядит, когда я первое это прочитал, это как-то было довольно странно, потому что я знаком с тем, как пишет Дмитрий Данилов, для меня это не было таким шокирующим откровением, но мне было это странно, это такое длинное, ну скажем, прямо юридическое стихотворение, моноспектакль, один человек на сцене, это его длинный монолог на довольно прихотливую тему, вот, и я не могу понять, что это, стихотворение, монолог, как это можно поставить сценически, вот, что это такое? но история вкратце такая, этот текст написан по заказу в Красноярской филармонии как оперное либретто, мне предложил это сделать мой хороший приятель, петербургский композитор, Михаил Крутик, ему заказали, соответственно, оперу, и он мне предложил вот так посотрудничать, вот, и там были выдвинуты, организаторам были выдвинуты условия, что там не было ситуации, когда я мог писать абсолютно что угодно, там были сюжетные рамки заданы, то есть, это должна быть, была быть, моноопера, то есть, на сцене находится один артист, один солист, мужской голос, да, вот, и за время нахождения, да, значит, одноакатная пьеса, моно, и за время нахождения на сцене артист должен был прям, вот физически, руками, прям, приготовить три блюда итальянской кухни, прям, из продуктов, вот, настоящих, значит, салат кхапрезе, паста баланьеза и панно-котто, десерт, и он это должен приготовить для своей возлюбленной, которой, на сцене ее нет, она вообще отсутствует, мы ее не слышим, не видим, вот, и я сначала был недалек от того, чтобы от этого отказаться, потому что, ну, какие дикие, совершенно условия, вот, тем более, что я в таком, в творческом плане, я как-то, ни любовь, ни еда, для меня, как-то, вот, не являюсь такими объектами творческого осмысления, скажем так. То есть, то самое кушать люблю, а так не очень. вот, вот, да, типа того, вот, и, но я все-таки нашел какой-то выход из этого положения, мне пришла в голову идея, и я, я это написал, это было однократно исполнено, то есть, это специально для однократного фестивального исполнения, это прям полный синхронический оркестр, такой, со всеми, с духовыми, там, со всеми этими делами, но текст остался, и этим текстом заинтересовался Евгений Каменкович, друг в мастерскую Фоменко, и мастерская Фоменко сделала, ну, режиссер Алексей Кузьмин-Тарасов сделал из этого моноспектакль, и такой драматический, то есть, там не опера, там нет пения, нет музыки, это драматический моноспектакль, он сейчас идет в мастерскую Фоменко, так что, так называется путь к сердцу, кому-то интересно, есть возможность посмотреть. Видимо, туда надо идти после хорошего ужина, иначе невозможно. Там, знаете как, там даже, значит, ну, правда, там артисты сам не готовят, но там появляются на сцене эти все, вся эта еда, и ее потом, после спектакля, желающие могут съесть, можно подойти и это все употребить в пищу, но, это действительно настоящая еда итальянская. Я от себя хочу добавить, я вот сейчас впервые услышал историю возникновения этой пьесы, я как художник книги, непосредственно имея дело только с текстом, видел только текст, должен сказать, что это, эта пьеса на меня произвела самое глубочайшее, эмоциональный просто удар, практически, какую-то, через призму, просто монолога, незнакомого мне человека, про незнакомую мне женщину, про, вообще, про незнакомые истории, про какие-то истории, отголоски, там 90-х и становление финансовое этого персонажа, до меня донеслось, как донеслись какие-то мои лично больные какие-то темы, выкопались, и первое, я не мог Оксанке, опять же, я читал ее вслух, я не мог ее дочитать, потому что у меня ком в горле, а потом, когда пришли с типографии отрипованные файлы, которые нужно было утвердить, я их листаю, у меня точно так же слезы просто ручьем, то есть для меня это глубокая драма на волнующей темы, и то, что это родилось таким образом из такого технического задания, которое действительно показалось диким, это для меня сейчас просто шок, теперь я вдвойне считаю, что это просто мега гениально, у меня слов нет, но вот были разные идеи, какой картинкой, кстати говоря, я вот их упомянул, но не показал, вот собственно Анджелес, Сережа очень тупой, вот собственно оригинальный рисунок тушью, вот магритовская галконда смешалась с сыном человеческим, тут два магрита в одном, но я их все рисовал по нескольку раз, потому что не мог найти лаконичное, вот кстати человек из Подольска танец, вот этот вот, мы их кстати говоря оформим в рамке, возможно будет какой-то благотворительный аукцион на презентации в магазине «Во весь голос», но вот собственно именно это в итоге стало наиболее точным попаданием рождения Венеры в пьесу «Путь к сердцу», то есть вот какие-то ветра в лице неравнодушных людей дуют на эту цацу, в которой ты всю пьесу думаешь, что за цацо, что это вообще такое, как можно вот так себя вести, хочется как бы, ты понимаешь, за что человек ее любит и за что ее хочется задушить, вот, и потом так это заканчивается проникновенно, чтобы понимаешь, ради чего ты вообще через эти муки прошел, а если это еще в формате оперы, очень захотелось, конечно, услышать этой оперы и в театрах «Томенко» увидеть просто драму, ну вообще, спасибо огромное за эти истории, вообще. Ну, я хочу напомнить, что, конечно, был подобного рода образец, была моноопера Франциска Пуленко, «Человеческий голос», основанная на монологе «Жанна Копто», где просто актриса, певица на сцене разговаривает по телефону с невидимым собеседником, и там тоже там драмы, какие-то всякие эмоции. Вот недавно вышел фильм «Альмадовар» «Иного как» с Тильдой и Суминтон в главной роли, я на нее помчался, потому что я очень люблю Тильду и Суминтон, ну, и не я один, конечно, вот, и вот, ну вот, но с другой стороны, я вот сейчас слушаю Диму, думаю, вот как-то вообще себе было возможно представить, что там певец берет верхнюю ля и помешивает салат в салатнице. Как-то возможно? Он там действительно что-то такое помешивал, но это нельзя было назвать полноценным приготовлением еды, но там что-то в кастрюльке и из кастрюльки какие-то спагеттины торчали, такие, что-то там происходило такое, но вот так, что прям полностью, но это реально очень сложно, то есть, но он там что-то сделал, причем эту партию исполнял какой-то солист Большого театра, я к сожалению не помню, это какая-то реальная звезда, я просто настолько далек от мира оперы, что я забыл его имя просто, это какой-то очень известный артист, знаменитый, поэтому, но это было один раз, и там, к сожалению, текст, в оперном варианте, текст был очень сильно сокращен, вот, а вот, если говорить о спектакле в мастерской Фоменко, там текст воспроизведен абсолютно полностью, и там потрясающая работа артиста, там эту единственную роль исполняет Игорь Войнаровский, великолепный артист, это, я считаю, просто выдающаяся работа артиста, я в полном восторге был, очень рекомендую этот спектакль, не потому, что он по моей песне, а потому, что это именно как спектакль сделан очень классно. Вот, ну что ж, действительно, наверное, будет уместно в формате выставки спросить по творческим планам, значит, опера, пьеса, либретто, меню уже есть, что дальше? Ну, сейчас пока вот конкретного ничего не могу сказать, то есть, мне кажется, о творческих планах имеет смысл говорить, когда автор вот что-то дописывает, вот у него уже там написано основная часть чего-то там, допустим, там романы, вот можно просто дописать, тогда можно сказать, что я сейчас заканчиваю работу над темно темно. Ну, у меня такого нет, там есть какие-то идеи, вот, и задумки, но пока говорить не о чем. Вот, но если говорить о таких вот творческих, неконкретных творческих планах, о таких творческих пожеланиях самому себе, мне было бы интересно написать киносценарий какой-нибудь, потому что человек из Подольска, вот, ну, там в основе сценария, конечно, лежит моя пьеса, и в какой-то степени я себя могу назвать соавтором сценария, но там над этим сценарием еще работал сценарист профессиональный, и, а мне хотелось бы полностью просто написать киносценарий. Но это вот, опять же, как мне там когда-то хотелось написать пьесу, я с этим так ходил, ходил, ну, сейчас я хожу с мыслью, что хорошо бы мне написать сценарий. Ну, посмотрим, может быть, получится. Но если я правильно помню, когда я смотрел фильм, по-моему, там текст пьесы вошел полностью, да? Или как-то он был изменен? Он не полностью, нет, там что-то было сокращено, но то по минимуму. В основном, основная часть вошла, то есть, я как раз, ну, немножко опасался, что текст могут сильно исказить, половину убрать, нет, там текст, в общем, в основном, туда, ну, что-то опущено, что-то, наоборот, добавлено туда для такой кинофикации, чтобы это было в большей степени кино, потому что действия пьесы полностью происходят в одном помещении, и в кино это перетащить в готовом виде невозможно. Надо было что-то придумать, какие-то киноходы, они, собственно, были придуманы и режиссером, и сценаристом, Юлией Лукшиной, они там совместные, я в этом процессе не участвовал, но основа там все-таки, ну, моя, да, это мне приятно, конечно. Ну, прежде чем я попрошу задавать вопросы из зала, я сделаю не очень деликатную речь по отношению к нашему автору, но все-таки рискну, Нет, я все-таки рискну, поднимите руки, кто смотрел спектакль или фильм? О, вау, видишь, я оказался... Лес рук. Да, лес рук. Нет, ну что ж, это очень приятно, и в таком случае, ежели есть вопросы по увиденному и прочитанному, то вот есть возможность эти вопросы задать. Так, хотите, да? Здрасте. Я сегодня прочитала, прям сегодня. Меня зовут Чеглинцева Ольга, я, значит, репортер года литературы, а еще закончила литературный институт семинар драматургии. И я человек из Серпухова. Я каждый раз проезжаю мимо Подольска, так что свои люди наконец-то встретились. Красно. Хурское направление. Хурское направление, совершенно верно. Но на самом деле Чехов гораздо больше нравится, когда я мимо него проезжаю, Подольска, извините, не очень. И платформа Луч у меня дача там. Вот, Луч замечательный, название замечательное. В общем, читала вашу пьесу, да, в принципе, очень хорошо. А вы Метод Грангхольма читали? Смотрели фильм Метод Грангхольма? Нет. Очень вам понравится. Вот рекомендую прям вообще. Значит, вы любите такие психологические вещи, я уже поняла, да, которые возникают прямо из пустоты. Ну, это все, на мой взгляд, я сейчас свое мнение говорю. Вот, значит, замечательно. Когда проходит человек-испытание на психологию, как он пойдет в ту сторону, в другую сторону, вот это психологические эксперименты, это очень интересно и мне тоже. Значит, опять же, я, к сожалению, не состоявшийся драматург, я пишу пока только для себя в стол, к сожалению, но, может быть, мое время придет, может быть. Вот. Очень люблю такую жизненную драматургию, значит, что хочу спросить. Вообще, вот верить его этот переновирус, потому что вот надоело. Нас вот это, как ваше восприятие, вот, вы это верите или нет? Потому что у вас все прям завязано на восприятии. Ну, то есть, какой у человека восприятие, такой он и будет. Вот с восприятием у вашего главного героя все очень плохо, поэтому он и несчастье. Вот, я такое его сделала. Вот. Все вы правильно говорите, надо вылезать ему из зоны комфорта, на самом деле, зоны полота и топать счастливую жизнь. Вот, полицейские, ему мы в этом помогли. Все. Все в его руках. Вот. Ну, и вообще, золотая маска, вы что-то так в интервью читала? Что-то как-то, ну, я просто рад. Вы сильно рады или нет? Все, все, все. Сильно ли я рад золотой маске? Ну, конечно, рад. А как вы думаете, я скажу, да нет, знаете, какая-то фигня какая-то, подумаешь, золотая маска. Конечно, рад. Конечно, рад. Ну, насчет коронавируса, мне кажется, это не предмет веры. Ну, как, ну, он есть. люди болеют, умирают. У меня некоторые близкие люди умерли. Поэтому, ну, есть, да. Хотя, все это надоело, и надоело маски носить, а что делать? Надо. Да, надо. Вот, я, например, мне, например, очень сильно надоело, ну, не знаю, например, к концу февраля задалбывает московская серая зима. Ну, что же делать? Она есть. Вот, хочешь, чтобы всегда было голубое небо, там, белый снег, но, что есть, то есть. Так, а что еще интересует? Вот. У нас вообще по, открою, значит, за кулисья, у нас была запланирована прямой мост с Италией, с итальянской переводчицей, человек из Подольска. Мне очень интересно, как вообще в Италии они ее подоспринимают, но, к сожалению, у нас какие-то технические проблемы, она не выходит на связь, ни по телефону, ни по WhatsApp, никак. Ну, что делать? Рано. Ну, да, сейчас я, ну, вообще-то, знаете ли, в Москве два, там, полдень, ну, опять-таки, скажу по секрету, ну, как по секрету, сегодня у переводчицы, именно переводчицы Авроры, Эджидио, у нее сегодня у дочки день рождения, где-то 7 или 6, ну, видимо, итальянская мама, это, значит, так же святое, как итальянская египа. Вот, за такое уподобление. хорошо, тогда, наверное, Дим, скажи, что я сам, адвибитум, да, и можно перейти к автографу и ко всей этой очень приятной рутине популярного, известного автора. Ну, я даже не знаю, что сказать, я хочу просто поблагодарить издательство, Городец, и лично, конечно, Настю Сурову, и, конечно, лично Илью за это, я считаю, гениальную работу книжного художника. Я очень рад, что эта книга вышла, потому что меня в последнее время часто спрашивали, а есть ли все эти пьесы где-то собраны вместе, и вот теперь они собраны вместе. Это даже, знаете, мне, для меня это очень, ну, радостно, даже в таком бутилитарном плане, потому что эти шесть пьес, они рассыпаны по разным источникам, и даже люди, которые в целом интересуются тем, что я пишу, они о некоторых пьесах просто не знали. Я, например, подарил эту книжку режиссеру Семену Серзину, с которым мы дружим, он снял фильм, он поставил спектакль, человек из поездки, в общем, он как бы, он очень в теме, а он эту книжку взял и говорит, о, сколько у тебя пьес-то оказывается, как интересно, о, сейчас будут читать. То есть, вот, люди многие, там, знаете, человек из Подольска, знаю там Сережу, а другие не знают пьесы, поэтому теперь мне будет в этом плане немножко полегче, и вообще, я рад, что такая книжка вышла, потому что она очень красиво сделана, это, у меня книг вышло много разных, и прозаических, и поэтических, вот, это я могу с уверенностью сказать, самая красивая моя книга, это факт, с большим отрывом, так что я очень рад, еще раз спасибо, что вы пришли, очень рад вас всех видеть, спасибо. Ну и разумеется, эта книга не последняя, ждем следующих. Ну что, знаете, теперь ты командой мы здесь подписываем или идем на стенд? Да. Ну что ж, тогда прошу, да? Слушайте, мы сейчас, знаете, нам лучше сразу перейти в другое место, потому что мы не успеем за 10 минут. Ага. Так же, да? Да, да, да. Да, да. Это что такое? Сладко.